Чтобы сотрудникам ДПС приходилось реже штрафовать пешеходов и выезжать на ДТП с их участием, инспекторы ГИБДД проводят профилактические беседы о безопасности дорожного движения с учащимися начальных классов. Как не попасть в дорожную ловушку со скрытой опасностью, в этот раз узнали ученики 21-го лицея. По каким еще правилам? Ребят, можно ведь просто перебежать дорогу? Нет! Перебежав проезжую часть в спешке, можно угодить в дорожную ловушку. Старшеклассники 21-го лицея разыгрывают перед первоклассниками сценку и показывают видеофильм, в котором рассматривают самые рисковые моменты на дороге со скрытой опасностью. Таким образом, ребята стараются научить детей реагировать на угрозу быстро, мыслить логически и принимать правильные решения в любых ситуациях. Мне больше запомнились всякие видео, потому что они прикольные. А что на этих видео ты видела? Ну, то, что мальчик и девочка нарушают правила дорожного движения. Они играли на проезжей части и ездили, где можно выехать на дорогу. Лицеисты совместно с младшими школьниками исполняют получающий флешмоб. Инспектор с первоклассниками вспоминают дорожные знаки, сигналы светофора, беседуют об опасности катания с горок, выходящих на проезжую часть, и о правилах перевозки детей в машине. Не забывают поговорить и о световозвращающих элементах, которые обязательно должны быть на одежде ребенка. Я думаю, что они нужны в темноте на проезжей части, потому что машины не видят ничего в темноте. А светоотражающие элементы, да, у машин ведь есть фары, фары ведь попадают на куртку, а от куртки отражаются. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей – это большая и очень сложная работа. И нам пришла идея о ситуациях на дорогах, которые подстерегают детей, так называемые ловушки, показать в театрализованном представлении. Здесь на встречу мне пошли педагоги 21-го лицея и также ребята старших классов. В конце увлекательной встречи инспекторы отмечают, лицеисты младших классов прекрасно знают правила дорожного движения. Чтобы полезные знания получили и другие дети, старшеклассники в ближайшее время отправятся и к воспитанникам детских садов Первоуральска. Всем учащимся вручат тематические календарики.